Стараемся потихоньку и начинаем наш сегодняшний вебинар. Я напомню, куда вы попали. Вы попали на нашу онлайн-встречу, которая называется «Предпринимательский конвейер. Управление будущим. Настоящая цифровизация и мультилидерство». И данное мероприятие, данная нашу онлайн-встречу, она организована совместно с моими давними друзьями, бизнес-клубом «Атланты» и конкретно с «Атлантом Академией». И клуб, где происходит развитие, поддержка предпринимательства, где происходит действительно настоящее общение между собой, поддержка друг друга, это место, где вы можете получить самую разнообразную помощь и самую разнообразную бизнес-вовлечение остальных людей. И пока мы все вместе собираемся, давайте посмотрим небольшой короткий ролик о том, что же есть клуб «Атланты», потому что многие из вас, возможно, не знакомы с этим клубом и хотелось бы его познакомить. Буквально две минуты. Мир меняется, проверяя нас на прочность и каждый день бросая новые вызовы. Чтобы оставаться победителем, важно трансформировать себя и бизнес в сильном окружении. Привет! Мы – бизнес-клуб «Атланты». Проект Михаила Воронина и Рубена Варданяна. Здесь уже более 700 опытных и осознанных бизнес-лидеров со средним годовым оборотом полтора миллиарда рублей. В клуб приходят с разными запросами. Но главная ценность клуба – это близкие по духу люди, готовые делиться, поддерживать друг друга и заряжать энергией. В клубе множество инструментов. И уже сегодня мы даем доступ к опыту людей, решавших похожие задачи. Например, в формате «Форум-группы». Это международная технология и инструмент развития в группе равных по статусу единомышленников. В клубе проходит более 250 мероприятий в год. Мы развиваемся с топовыми спикерами и сильнейшими экспертами. Профессиональные комьюнити-менеджеры оперативно помогают решать «Шесть бизнес-заппорции резидентов». Каждый нотнёра – опытного наставника, который расскажет, как пользоваться клубом и ответит на все возникающие вопросы. Инвест-клуб, HR-клуб, банный клуб, спортивный клуб, Атланты-джуниор и еще 36 тематических клубов. Многие встречи проходят в нашем собственном пространстве – доме Атланта в 500 метрах от Кремля. Клуб развивается, действует три чаптера в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае. Удобное мобильное приложение позволяет быстро решать любые запросы, искать бизнес-партнеров и знакомиться с резидентами клуба. «Бизнес-клуб Атланты». Найди своих. Вместе сильнее. Так, друзья, несмотря на небольшие технические помарки, я надеюсь, вам стало понятно, что такое клуб, что такое клуб Атланты. Это действительно очень широкоформатное, как сейчас модно выражаться, мультиканальное пространство взаимоотношений бизнесов, разнообразных собственников, участников бизнесов для того, чтобы осуществлять помощь друг другу в наше непростое время. И, насколько я знаю, именно сейчас есть в клубе гостевой месяц для тех, кто хочет попробовать, что это такое. Вы можете стать полноценным резидентом клуба на месяц без оплаты и лучше узнать все инструменты клуба, все попробовать, побыть в доме Атлантов, соответственно, где проходят вот эти все мероприятия. Это совершенно потрясающее место, уже намоленное и миллиардами, и успешными бизнесменами, и обсуждавшимися вопросами, и так далее, и так далее. Безумно люблю это место, безумно люблю там проводить разнообразные мероприятия, в том числе стратегические сессии, и делиться тем, что у меня есть, тем, кому это интересно, и слушать у тех, у кого есть, чем тоже поделиться. Всем рекомендую присоединиться и попробовать вот этот самый гостевой месяц. Сейчас наш модератор отправит ссылку в чат, и вы можете, соответственно, попробовать присоединиться и попробовать вот этот самый тестовый месяц. Итак, мы переходим постепенно к нашему с вами теме сегодняшнего онлайн-мероприятия нашего. И прежде всего организационный вопрос я хотел бы сказать о том, что вы можете задавать свои вопросы по ходу моего пояснения в наш чат. Чат у каждого открыт, соответственно, это не микрофоны, а вы сразу же можете писать вопросы, я их буду прочитывать по ходу и отвечать прямо по ходу презентации. Поэтому не стесняйтесь, пишите, задавайте вопросы, задавайте каверзные вопросы, любые абсолютно, на все буду стараться ответить, буду работать, так сказать, в мультиформате и объяснять, и сразу же реагировать на чат. Вот, тогда, собственно, организационные вопросы, наверное, все. Поехали. Итак, про что мы сегодня будем говорить? Мы сегодня будем говорить про управление будущего. На самом деле это управление будущего или технология этого управления родилась в прошлом. Те, кто меня не знает, меня зовут Сергей Федоринов. Я основатель такого гиганта, как компания Юлмарт. К сожалению, сейчас его уже нету как бизнеса, но опыт его это было не передать, потому что за 4 года мы, в принципе, создали то, что не удавалось до нас никому и после нас, ну, по крайней мере, мне тоже неизвестно, с точки зрения темпов роста. И именно в компании Юлмарт мы опробировали огромное количество инструментов и подходов и прежде всего организационных подходов, которые позволяют действительно сделать из стартапа большую гигантскую компанию. Из стартапа в 2008 году 60 человек, сделать к 2013-14 году компанию, где работало порядка 7 тысяч человек. Вот. Значит, краткая справка тоже обо мне находится в нашем общем чате нашего вебинара, поэтому вы можете тоже задавать вопросы. И сейчас я продолжаю свою деятельность в двух направлениях. Первое направление, мое самое основное, я продолжаю создавать ритейл нового поколения. Об этом, я надеюсь, мы встретимся в следующие какие-то разы. И второе мое направление, я делюсь теми инструментами, которые в свое время наработал в компании Юлмарт и в которые уже опробировал в других компаниях. И, собственно, одним из таких инструментов является вот этот самый предпринимательский конвейер, которым я с вами хочу сегодня поделиться. Это уникальный инструментарий, рожденный как раз в компании Юлмарт и уже сейчас, который я применяю в большом количестве компаний. И я с уверенностью говорю о том, что это первый шаг действительно к мультилидерству, действительно, когда вы можете задействовать управленческий потенциал, человеческий потенциал, потенциал воли, потенциал фокуса внимания, как можно большего количества ваших управленцев, а не то, что сделать систему, которая просто на вас висит, как на иерархическом управляющем. И очень важный момент, очень важный момент, сейчас одно из самых популярных слов, это слово цифровизация. Из каждого утюга вы можете услышать, это слово, оно очень модно, все говорят цифровизация, цифровизация, но черт возьми, что такое цифровизация, мало кто может пояснить. Так вот, я считаю, и сегодня вам постараюсь это пояснить, что цифровизация это как раз не про IT, как бы это парадоксально сейчас не звучало. Цифровизация это про то, как организованы у вас внутри процессы, насколько они опираются на счетные параметры, насколько они внутри действительно способны быть счетными и быть внутри соединяющимися друг с другом. Об этом предпринимательский конвейер. А потом уже это выкладывается на IT-инструмент. Так, так вот, значит, по поводу предпринимательского конвейера. Естественно, значит, материал, который я сегодня даю, я даю как некую первую часть своего интенсива практикума, и я его позиционирую для тех людей, кто реально у штурвала. То есть вы, если вы действительно управляете своей компанией, если вам не все равно, как устроена у вас операционка, или у вас есть по поводу ней вопросы, сейчас мы их там разберем чуть-чуть подробнее, тогда это для вас. Я запускаю с сегодняшнего дня, сегодня у нас открытое занятие, и со следующей среды, то есть 14 июня, пойдет уже закрытая группа, куда я набираю участников, у меня еще есть там места, поэтому welcome. Собственно, сегодняшний вебинар, это у него две задачи. Первая задача поделиться с вами этим инструментом, я постарался сегодняшнюю презентацию сделать, чтобы она уже была максимально вам полезной, максимально раскрывающей понимание, что такое предпринимательский конвейер, и в принципе самые неленивые из вас уже могут это внедрить, просто поняв, как это устроено, я сегодня приложу к этому максимум усилий. Для тех, кого надо сопроводить, сопроводить, причем персонально, я создал двухмесячный интенсив, об этом я в конце расскажу, как будет он устроен. И сегодня, еще раз говорю, это первое открытое занятие, которое как раз вводит вот в эту самую технологию предпринимательского конвейера. Итак, поехали. Значит, для начала я сейчас на экране демонстрирую те вещи, которые, надеюсь, вам многим знакомы. Мне они, по крайней мере, точно знакомы, несмотря на то, что мы применяем много технологий из того, что я даю предпринимательский конвейер и так далее, и так далее. И все равно они еще остаются в компании. Ну а те, пока классическая система управления, где не сделаны взаимодействия на высоком уровне между членами вашей команды, то вот эти вот самые проблематики, она встречается очень часто и очень хорошо проявлена. И думаю, что она знакома каждому из вас. Вы можете ставить плюсик в чат вебинара. Заодно мы попробуем, как у нас работает этот самый чат, чтобы я убедился, что вы действительно можете эту информацию ставить. Те, кто, у кого есть хотя бы там один или два перечисленных, одна или две перечисленных проблемы. Вот. Или задавать вопросы, что я имею в виду. Здесь, да, спасибо, Светлана, спасибо, Дина, Виктор, отлично, да, действительно, это часто встречающиеся. Евгений, Сергей, спасибо, Дмитрий, отлично. Вот. Это действительно часто встречающиеся проблемы внутри компании, и они понятно, откуда берутся. Я хочу вам здесь сказать, что это не означает, что ваши компании какие-то ненормальные. Все компании такие, все компании такие, и у всех компаний, практически у всех встречаются подобного рода проблемы. Кто, вот, Хоханов, некоторые, не знаю, как, к сожалению, по имени, поставил аж три плюсика. Это означает, что, наверное, большое количество данных проблем встречается у него в компании. Так вот, сразу же ликвидируем комплекс неполноценности на эту тему, потому что большое количество компаний обладает такими проблемами, это абсолютно норма. Почему? Потому что мы управляем так, как управляем. И давайте вот об этом немножко поговорим. Значит, все перечисленные проблемы, которые были на предыдущем слайде, условно можно разделить на три основные группы. Первая группа, это проблема делегирования и отсутствия командной работы. Да, то есть, мы очень плохо делегируем, это один из самых часто ко мне запросов, как делегировать, как передать, собственно говоря, те самые задачи, не боясь их потерять и так далее, и так далее. Как объединить команду, чтобы она работала сама, чтобы она не висела на мне и постоянно меня не отвлекала, постоянно меня не дергала по разным дурацким вопросам. Вторая группа, проблема, проблем, в которой объединяются все перечисленные, это проблема показателей оценки результатов. Мы очень плохо следим за показателями, мы очень плохо их умеем ухаживать за этими показателями и очень плохо оцениваем результаты людей. Отсюда избивка, собственно говоря, и превращение третьей проблемы, это проблема мотивации, наша любимая с вами проблема, мотивации, кипиай и вознаграждений, потому что если мы плохо оцениваем результаты, плохо оцениваем показатели внутри компании, то, соответственно, у нас возникает проблема мотивации, кипиай и вознаграждений. Причем под мотивацией, друзья мои, я здесь подразумеваю именно мотивацию в виде человеческого желания работать в вашей компании прежде всего. Не материальную мотивацию, которую принято называть, то есть премиальной или что-то еще, а прежде всего работать в вашей компании. Потому что если меня плохо считают, если плохо оценивают мой результат, если оценка моего результата и моего вклада в компанию неадекватна и висит условно на мнении и следственном настроении какого-то начальника, меня это демотивирует. Меня это абсолютно демотивирует. И мне бесполезно давать какие-то задачи, потому что я буду к ним относиться соответствующим образом. Это три группы проблем. Вот. И, соответственно, давайте сначала, прежде чем приступить уже непосредственно к части разбирательства с этими самыми проблемами, я вам чуть-чуть расскажу историю, откуда это все взялось. Я ее начал рассказывать в самом начале и сейчас там слегка продолжу. Итак, поначалу до Юлмарта до Юлмарта у меня был тоже свой бизнес и тоже относительно большая компания, дистрибьюторская компания, называлась она компания Камбриг. И она существовала с 2004 по 2008 год. Я ее тоже создавал абсолютно с нуля, абсолютно со стартапа, с чистого листа, с гринфилда, как сейчас модно выражаться. Вот. И в этой компании у меня было полностью авторитарное управление. Вот полностью авторитарное управление. Те, кто меня сейчас знает, это трудно представить, потому что я сейчас применяю другие технологии управления, в частности, вот которыми сегодня делюсь. Но, в принципе, там у меня было полностью авторитарное управление. То есть я был сверху ну, авторитарное управление вот в виде вот такой вот схемы всем известной, да, где сверху, собственно, какой-то руководитель, начальник, основатель, генеральный директор, неважно кто, ну и дальше существуют какие-то подразделения в виде каких-то подчиненных. Я чуть позже вернусь к этой схеме. Соответственно, с 2008 года, соответственно, по 2016 и 2016 году я покинул компанию Юлморт, вот, но по 2016 год, то есть в течение 8 лет я вынужден был развивать другой способ управления. Подчеркиваю слово вынужден. Почему? Потому что у меня не было шансов взлететь на ту высоту, на которую я собирался взлететь, с классическим авторитарным управлением. Почему такое было? Да потому что, когда я создавал компанию Камбрик, я в этой области уже отработал 10 лет. Я все знал про дистрибьюцию, я все знал про то, как проводятся грузы, товары, как они растомаживаются, как осуществляется логистика и вообще в принципе там основных участников я был экспертом этого рынка. Поэтому в принципе набрав команду я четко говорил, что делать. Когда я зашел в розничный рынок и соответственно начал создавать проект, сначала это был проект, потом компания Юлморт, то я совершенно не из этого рынка. И я окружил себя людьми, которые из этого рынка. И соответственно говорить им, что делать, я уже не мог никак. Мне пришлось отказаться от роли всеуправляющего, всевидящего, всеэкспертного центра и искать для себя какие-то другие роли. Какие роли? И эти роли две. На самом деле я горячо придерживаюсь, что это основные роли реального лидера современной компании. Первое, это роль визионера, то есть создание зажигающего видения, но структурированного, не просто в виде лозунгов, там, эй, пошли там туда, там, за какими-то большими оборотами или что-то еще, а структурированного видения, так, чтобы из него можно было достать стратегию прежде всего. И вот это зажигающее видение, поясняющее всем и каждому, куда идем, куда должны прийти и какая роль каждого. И второй момент, вторая роль, которую я для себя тогда определил, это непрерывное выстраивание наиболее эффективного взаимодействия между командами. Вот на это я тратил 24 на 7 365, на устранение вот этих самых потерь внутри компании, между командами, на выяснение каких-то вопросов, на какие-то конфликты и постоянно работал на совершенствовании инструментов внутреннего взаимодействия, откуда и появилась новая система, которая называется предпринимательский конвейер. И вот здесь ее схематическое указанное изображение, которое я потом, чуть позже, вам раскрою. То есть первая версия предпринимательского конвейера, собственно говоря, и позвоночника будущей уникальной модели Юлморта, она родилась именно тогда, потому что мне необходимо было выстроить такую командную работу, которая бы осуществлялась независимо, то есть базировалась бы на мультилидерстве и которая бы позволила эффективно развивать компанию, прирастая двукратно ежегодно в течение пяти лет. Двукратно ежегодно в течение пяти лет. Соответственно, другая вот эта иерархическая система, которую вы видите с левой стороны картинки, мне бы не позволила это сделать никогда. Поэтому, если у вас в вашей компании есть планы на развитие, есть планы на тиражирование, и уже сейчас вы захлебываетесь в операционной деятельности, вы захлебываетесь внимательно, смотрите, что я буду говорить дальше. Соответственно, уже после 2016 года, после того, как я покинул компанию Юлморт, у меня было время для того, чтобы осознать и разобрать вот эту самую технологию, как апгрейдить текущую компанию, свою компанию, даже если у вас в большей степени классический иерархический стиль управления, как ее апгрейдить вот в этот самый предпринимательский конвейер, и, собственно, этой технологией я и хочу сегодня поделиться. Но прежде чем разобрать сам по себе предпринимательский конвейер, как он устроен и так далее, давайте чуть-чуть я потрачу вашего времени на то, что мы разберем вообще, откуда эта проблема взялась, потому что тогда предпринимательский конвейер, как новое решение управления операционной деятельностью вашей компании, будет намного сильнее понятным. Итак, откуда проблема берется и проблема эта, которую никто не замечает. историзм всего менеджмента, классического менеджмента, он закладывался в 20 веке. И весь этот историзм обрекает нас, по сути, на однополярный мир управления, потому что никаких альтернативных схем так внятно, подробно, четко описанных в книжках их нету. Есть только классическая система менеджмента, иерархического менеджмента. по сути дела, то, как мы строим наши компании, безальтернативно, к сожалению. Есть отдельные материалы про agile, про бирюзовые компании, что-то еще, но их сложно называть методическими материалами, их сложно назвать теми материалами, которые бы нам давали четкое понимание, как выстроить такую компанию. Да, слов много, лозунгов много, даже есть какие-то курсы на эту тему, есть очень много подходов на эту тему, но все они носят, к сожалению, экспериментальный характер. И я прекрасно понимаю, каждого из вас, будучи сам собственников бизнесов и проектов сейчас, что мы не готовы экспериментировать на своей компании. Нам текущая деятельность, она, естественно, важнее, поэтому мы готовы рассматривать только проверенные технологии. Именно тогда я тоже озадачился этим вопросом. Единственное, в чем, может быть, наша разница, я был тогда готов экспериментировать на своей компании, потому что это был стартап, и я понимал, что мне в иерархической системе, с иерархической системой, мне точно не взлететь, ни при каких обстоятельствах. Так вот, собственно, как устроена классическая иерархическая система? Сверху находится основатель, или кто там у вас, генеральный директор, или кто-то еще, назовем это как бы словом единым основателем. Дальше существует подразделение, менеджер один, менеджер два, менеджер четыре, и так далее, и так далее. Можно эту, соответственно, сетку дальше ветвить и смотреть, ну, как она ветвится дальше. Таким образом, у нас нарисованы, в принципе, все организационные структуры в наших компаниях. Они все имеют абсолютно одинаковую форму. Если у вас запросить организационную структуру, то она устроена примерно одинаковым образом. Если у вас сходится то, что я говорю, тоже можете ставить плюсики, не стесняться подтверждать, что вы меня а, хорошо слышите, б, хорошо понимаете, мне это действительно очень важно. Спасибо большое, Сергей. Юля, спасибо, Дина. Значит, соответственно, основная проблема, которая здесь возникает, это проблема разрыва между вашими подразделениями. Видите, я специально здесь указал очень четкие взаимосвязи с вами. Они очень четкие, потому что вы этих людей берете на работу, потому что вы даже рисуете эту схему таким образом, что она показывает всем, чуваки, все ко мне, если чего. Все ко мне, не между собой надо решать, а все ко мне. Внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Напишите, пожалуйста, в чат. Кто знает вообще, откуда взялась такая организационная структура, которая сейчас находится на экране? Откуда она? Откуда она сотворилась? Кто ее придумал и при каких обстоятельствах? Вот. Соответственно, первому ответившему проекту, армия, отлично, Иван, соответственно, обратись ко мне персонально, будет для тебя специальный сюрпрайз. Из армии. Это действительно армия. Все верно. Это армия и эта структура из армии, это структура подчиненности. Подчиненности. Она изображает подчиненность. Она не должна даже среди изображения своим изображением показывать, как людям надо взаимодействовать. Она показывает, как надо подчиняться во время, соответственно, проведения действительно боевых действий. Вот. Дальше. Мы на этом не успокаиваемся. Мы же с вами целеустремленные предприниматели, особенно те, кто находится в клубе Атланты. Мы начинаем эту систему турбировать. Мы начинаем выжимать из нее максимум и ставим, соответственно, KPI, наши любимые. У кого стоят KPI, ставьте плюсики. Хотя бы в этом самом, в отделе продаж. Welcome. Вот. Мы начинаем ставить KPI. Что делают KPI? KPI ухудшают эту ситуацию, к сожалению. К сожалению, ухудшают. Почему? Потому что одно какое-то подразделение, подразделение продаж под этими KPI начинает что делать? Хреначий! Почем зря? Потому что у них на KPI завязаны их кровные денежки, которые они получают. Им наплевать подразделение производства справиться с их заказами или не справиться. Они не координируются. И, соответственно, в случае, если те не справляются, они бегут к вам и говорят, слушайте, у нас какие-то идиоты в компании работают, честно вам сказать. Товарищ начальник, разберитесь с ними. Мы-то делаем все, что можем, в том числе свои деньги зарабатываем. Вот так вот это происходит. Знакомо? Ставьте плюсы, если действительно знакома такая ситуация. А еще хуже ситуация, когда у производства существует свой KPI и он, естественно, набережливое производство. И вот они начинают вот так вот биться друг с другом. И получается вообще треша. И вы находитесь посреди всего этого. И вы, каждый из вас, каждым своим рублем оплачиваете этот бардак. Я сейчас ни в коем случае вас не критикую в этом. Еще раз говорю, у нас нет шансов сделать по-другому, потому что нас учат такому менеджменту. Но есть выход из этой ситуации. Давайте вот его разберем. Выход из этой ситуации. Отсутствие сбалансированности, собственно говоря, и приводит к постоянному развалу системы, а вы вынуждены жонглировать махолетами и тратить примерно половину времени, половину времени, половину своего времени на ликвидацию конфликтов, на постоянные выяснения, на проведение собраний, где не принимаются решения, а выясняются какие-то проблемы, где, соответственно, накидывание на вентилятор является неотъемлемой частью корпоративной культуры и прочее, прочее, прочее. Могу перечислять огромное количество, но думаю, что вы сами в этом преуспеете точно. Перейдем, соответственно, Валерий, если переведете то, что вы написали, я буду вам признателен. Вы написали немножко это сам. Я понимаю, что переполняют чувства, но лучше включить русский шрифт, так будет гораздо более понятно. Конфликты наше все. Да, конфликты, к сожалению, наше все, к сожалению, наше все, потому что конфликты кто-то оплачивает, и, к сожалению, это мы, собственники, их оплачиваем. И по моим соображениям, каждый может сейчас примерить на себя порядка минимум 10% от выручки компаний и от прибыли соответственно в год, в год, в год вы тратите на вот эти самые конфликты. можете посчитать сколько это денег для того, чтобы потом соотнести, ну, соответственно, там со стоимостью времени участия в моем интенсиве для того, чтобы перевести компанию в другой режим. Да, коммуникация наша все, но коммуникации сами по себе не случаются. Если вы поставите всех за стол, скажите, ребята, давайте, мы друг друга любим, никто никого не кидает, споете какие-то песни под гитару, и все обнимутся, поцелуются, расплачиваются и поклянутся друг другу в любви, то на следующий день все начинается заново. Потому что, сейчас объясню, потому что систему, вот здесь вот красно у меня написано, нельзя поменять на том уровне, на котором она находится. Есть прекрасная фраза Альберта Эйнштейна, что невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Надо стать выше этой проблемы. Поэтому берем ноги в руки и гоу за мной решать эту проблему на уровне выше. Итак, решение проблемы на более высоком, то есть на системном уровне, как это делается. Поехали. Значит, я прям пошагово сейчас разложу, как моделируется, как устанавливается конвейер в своей компании. Еще раз говорю, у меня тайн никаких нету. Для тех, кто после, а я уверен, что большинство из вас люди крайне сообразительные, они догадаются, как это дальше делать, собственно говоря, смогут внедрить этот конвейер. Тех, кто по тем или иным причинам захотят сопровождения персонально от меня, то тогда welcome в мой интенсив, где я буду работать персонально с каждым собственником, с каждой компанией. Главное, чтобы вы были у руля. Вот. Значит, пункт номер один. Предварительно в компании выделяются операционные команды. У вас и так есть операционные команды, они называются отделы, подразделения, не знаю, департаменты, и так далее, и так далее, и так далее. Каждая команда со своим продуктом, у каждой команды у вашей есть свой продукт. Естественно, вот эти самые команды будут совпадать с границами присутствующих отделов. И из этих команд начинается, это я, по сути дела, рассказываю, как устанавливается этот конвейер и как будет проходить курс. То есть, краткое содержание курса, двухмесячного курса, 8 недель, 8 шагов вот этой самой установки. То есть, каждая команда, соответственно, формируется именно как команда. Вот, высовываются, распаковываются ее показатели и выстраиваются в конвейер. В конвейере, естественно, есть начальные процессы и конечные процессы. Это еще называется основной бизнес-процесс. И начинается все, естественно, с команды, которая на классическом языке называется команда маркетинга. На самом деле, я маркетингом ее не называю, потому что я считаю, что это слово надо аккуратно наставить в 20 веке. Вот, а команда новых лидов, которая нам что делает, какой ее продукт, внимание, напишите в чат, какой продукт у команды новых лидов, нагона новых лидов. Конечно же, это, кто первый напишет, от меня сюрприз. Вот, конечно же, это, собственно говоря, лиды. Верно, Дмитрий, спасибо. Вот, ну и CPL, соответственно, да, то есть, лиды являются продуктом нагона команды новых лидов. И она эти лиды передает кому? Правильно, продажникам. Но я их называю не продажники, потому что сегодня должны быть у вас мультиканальные продажи. Мы тоже об этом поговорим на курсе, о том, что такое мультиканальная витрина в современном формате. и обязательно конструкторы выполнения заказа. Продажники у вас уже к этой витрине должны подключаться. И лиды, как вы видите, вот здесь красненький документик, да, изображен у меня. Это означает, что лиды передаются как ценность, прямо по документу фактически, передаются вот этой самой команде. Да, то есть, они договариваются, что, ребята, мы нагоним 30 лидов, мы вам их передадим. Вот, и те должны сказать, да, мы согласны взять 30 лидов. И тогда у них возникает хоть какое-то согласование, да. Дальше, команда вот этих самых витрины, так называемые, да, или по нашему классическому пониманию продажников. Что у нее является продуктом, внимание, если они совершили продажу, то продуктом у нее является, конечно же, это контракты. Практически деньги, да, деньги и самое главное контракт. Нет, деньги чуть позже, если только на предоплате. Договор, совершенно верно, Сергей, спасибо. Договор, Юля, все верно, тоже деньги могут быть, но деньги, если они предоплату сделали. И она это передает куда? Соответственно, в какое-то исполнение заказа. Не важно, это строительство дома в вашей компании, или исполнение ритейлового заказа, или услуги какие-то, это не важно. Схема, которую я сейчас показываю, абсолютно универсальна, абсолютно для любого рынка, универсальна. Так вот, исполнение заказа заканчивается чем? Соответственно, да, вот здесь уже заканчивается исполнение заказа, заканчивается некими деньгами, и, собственно говоря, с данным подписанным актом приема-сдачи работ. Совершенно верно, да, акты, которыми закрываются те или иные работы, или полученные товары, или там что-то еще, и так далее, и так далее. И, внимание, последняя команда, о которой я буду делать особый фокус во время своего интенсива, потому что эта команда практически провалена у всех, она практически отсутствует, но она чертовски нужна, потому что эта команда будет экономить для вас порядка 80%, 80% вашего маркетингового бюджета, это команда постсейла, постсейла. Это команда, которая занимается А, обратной связью, П, работой с клиентской базой, на три буквы, которые у меня здесь указаны. Кто узнает, что такое три буквы, которые у меня здесь указаны? А кто у нас из автоотрасли? Ладно, не буду вас мучить, это называется следующий точный контакт. Ваша клиентская база только тогда является рабочей клиентской базой, когда напротив каждого клиента у вас четко написано, когда у вас с ним следующий точный контакт. Если этого нету, у вас не клиентская база, у вас просто записная книжка. Примите это. Клиентская база становится только тогда, когда взаимодействие с каждым клиентом у вас выстроено, исходя из следующего точного контакта. И на самом деле, тогда условно у вас возвращаются клиенты снова сюда. Мы эту штуку из-за отсутствия денег, из-за отсутствия маркетинговых бюджетов открыли в свое время в Юлмарте. И сейчас для меня вот эта работа на возвращаемость клиента, работа со всеми клиентами на то, чтобы установить с ними длительные взаимоотношения, является основной задачей бизнеса. Не денег получить, а выстроить непрерывные долгие взаимоотношения с клиентом, чего и вам желают, собственно говоря. Поэтому я говорю, что последняя команда является очень важной. Но возвращаемся к конвейеру. Еще раз. Посмотрите. Да, совершенно верно. Работа на LTV. Спасибо большое, Дмитрий. Это работа на LTV. Да, действительно, Валерий, все гениальное просто. Здесь вы не услышите в моей сегодняшнем представляемом инструменте и потом в курсе за все восемь недель вы не услышите никаких биномов Ньютона. Это все абсолютно просто можно поставить в своей компании. Просто там есть ряд нюансов, которые действительно лучше подсказать. И так далее, и так далее. Мы рассматриваем любой бизнес, Анна, любой. Это может быть услуговый бизнес, это может быть ритейловый бизнес, это может быть производственный бизнес. Абсолютно любой бизнес. В любом бизнесе есть основной бизнес-процесс. Я его сейчас показываю в абсолютно любом бизнесе. Можно на основании этой схемы составить, собственно говоря, последовательность, очередность процессов у вас в вашей компании. Абсолютно в любом бизнесе. Проверено уже на многих компаниях. Здесь я абсолютно, так сказать, ответственно это заявляю. Дальше. Вот здесь вот с основной частью предпринимательского конвейера мы разобрались. Это основная часть. Для того, чтобы работала основная часть предпринимательского конвейера, нам, естественно, нужна некая вспомогательная часть. Или вспомогательные процессы. И внимание на экран. Соответственно, у нас должна быть обязательно команда, которая управляет инфраструктурой. Будь это ритейловая инструктура, какие-то склады, наличие или какое-то производство непосредственно. То есть цеха, где производится вот этот самый товар и так далее, который производится для исполнения заказа. Даже строительный бизнес, вот эта вся инфраструктура исполнения и строительство, которое позволяет построить в конечном итоге дом, это тоже вот она, собственно говоря, и есть. Вот эта самая инфраструктура. Для того, чтобы ваша инфраструктура работала хорошо, естественно, должна быть какая-то команда, которая закупает сырье, делает это вовремя по лучшим ценам и пополняет ваши запасы и так далее. И, внимание, самая центральная команда, которая точно так же не популярна, как, собственно говоря, и команда постсейла, хотя самое центральное место в этой команде занимал Стив Джобс и через эту команду делал то, что он делал. Это команда, которая называется продуктовая разработка. Я считаю, что в каждой компании должна быть эта команда. И в каждой компании основное кресло вот в этой самой продуктовой разработке должен занимать кто? Верно, собственник. Потому что без него не полетит ничего внутри компании. И эта команда, она в результате отвечает за то, какое будет меню компании продуктов, какие продукты будут в актуале, что, какую ценность она несет в мир и как она это модифицирует, включая коммерческие политики, включая там все политики, так сказать, производства и так далее, и так далее, и так далее. И эта команда, она связана со всеми остальными командами, информационными потоками следующего характера. Она питается, естественно, от команды постсейла, потому что там собирается что? Обратная связь. И она, соответственно, генерит продукт в виде модификации меню продуктов компании, той ценности, которую она производит, для мультиканальной витрины, для нагона лидов, чтобы, понятное дело, именно под это меню, под ваше обещание призывать людей, под исполнение заказа, и в том числе на закупку сырья, чтобы покупалось нормальное сырье. Понятно ли здесь все? Если более-менее все понятно, пожалуйста, побалуйте меня своими плюсиками, чтобы я понимал, что более-менее становится понятно. Если что-то вдруг непонятно, спасибо большое, Виктор, Евгений, Валерий, Катерина, спасибо. Значит, очень здорово, что вы реагируете. Мне это очень помогает немножко ориентироваться, потому что вебинары – это немножко всегда тяжелая штука. Я люблю работать воочию с людьми. И во время нашего интенсива двухмесячного мы хоть тоже будем вебинарно встречаться, но я буду с каждым отдельно прорабатывать его компанию. С каждым отдельно, потому что для меня это ценно и важно. Спасибо большое за плюсики. Если есть какие-то вопросы, пишите в чат. Анна пишет, соответственно. А команда производства в каком процессе? Команда производства, непосредственно производства, находится в инфраструктуре производства. А взаимодействие после производства с потребителем находится в команде исполнения заказа. Я специально разделяю эти моменты. Сергей Андреев пишет, в случае сферы услуг есть проблематика. Есть команда, которая умеет делать продукт А, а в то же время есть рынок, которому нужен продукт Б. Маркетинг и продажи могут создавать новый продукт. Но если команда производства не умеет этот продукт делать, то клиенты это чувствуют. Продажи нет. И после серии таких попыток у всех гаснут глаза. Да, действительно, черт возьми, Сергей, спасибо вам большое. Были бы рядом, я бы вам пожал руку, потому что вы назвали самую основную проблематику. Действительно, сейчас производство в любом случае должно работать на продуктовую разработку. Вот на эту команду. Она разбирается, что надо рынку за счет постоянной связи с рынком, обратной связи от собственных продаж и постоянно так. И если ваше производство, внимание, как бы это печально сейчас не звучало, но если ваше производство не способно производить сейчас текущий продукт, релевантный для рынка по стоимости, почему-то еще по каким-то характеристикам или по каким-то ожиданиям или по каким-то параметрам, тогда нужно искать другое производство. К сожалению, сейчас огромное количество компаний находится в ловушке своих собственных производств. Это правда. А если фирма НКО Ассоциация… Сергей, если вы мне персонально напишите, там в конце будет мой QR-код, давайте отдельно это посмотрим, потому что мне кажется, что с НКО тоже проблем быть не может, потому что НКО – это форма, сама по себе форма компании, сама по себе форма собственности и форма ее существования. Но суть все равно любой компании, которая закупает какое-то сырье, что-то преобразует, пусть даже это услуговое сырье, например, логистическая компания, она закупает логистическое сырье на рынке, формирует из этого комплексный продукт и, соответственно, продает его в виде комплексной логистической услуги. Все равно устроено ровно таким же образом. Окей, спасибо вам за вопросы. Двигаемся дальше. Окей, значит, таким образом у нас выстраивается вот этот самый конвейер и, как я уже вам намекнул, абсолютно в любой компании такой конвейер можно построить, абсолютно в любой компании. Но такую схему разделить так команды, наладить между с ними связи – это хоть и задача такая немножко замороченная, но она сама по себе по сути, как вы видите, несложная, она очень логически раскладывается на отдельные блоки, там просто нужно, так сказать, последовательные действия поделать. Но эта схема сама по себе не будет работать без, соответственно, параметров каждой команды, которые я сейчас здесь перечисляю. Так как это все-таки команды, это не отдельные отделы, а именно команды. Каждая команда производит продукт, как я сказал. Каждая команда производит продукт, то у нее существуют свои показатели. Она как маленькая микропредпринимательская единица внутри вашей компании. Именно такой эффект получается благодаря установке такого предпринимательского конвейера. То есть это получается маленькая предпринимательская единица, поэтому он и называется моим авторским названием предпринимательский конвейер. У первой команды, соответственно, какие существуют характеристики, какие существуют параметры. Количество лидов, которые они генерят. Конверсия, то есть эффективность лидогенерации. Стоимость лидогенерации соответственно. Стоимость лидогенерации, естественно, должна входить зарплата вот этой самой команды, чтобы это действительно была микропредпринимательская штука. Вот. Дальше. Мультиканальная витрина. Команда мультиканальной витрины, которая принимает эти лиды на входе и выдает в конце, как мы проговорили с вами, контракты, договора и так далее. Что у нее являются параметры? Количество продаж, соответственно, конверсия и стоимость продажи. Валерий спрашивает, возможно ли параллельное управление в нескольких командах или опять будет противоречие? А, Валерий, спасибо большое. Запомните ваш вопрос. Сейчас мы к нему подойдем, потому что действительно вот эта схема будет ничто без одного ключевого элемента. Сейчас я к нему перейду буквально следующим слайдом. Вот. Как запараллелить вот это управление? Потому что, если вы обратили внимание, на этой схеме нету кого? Правильно. Нету вот этого самого основателя, генерального директора или там какого-то начальника. Его нету. Но это не означает, что его нету совсем. Вот. И пока вы пишете, какая вот в этой структуре роль генерального директора, ну, помимо того, что он должен заниматься продуктом, помимо этого, вот, пожалуйста, выдвигайте свои версии, а я продолжу рассказ. Соответственно, у команды исполнения существует количество, качество и стоимость исполнения. У команды, соответственно, по сейла они разбираются с типами клиентов, собирают обратную связь. Соответственно, вторичные продажи собирают и так далее, и так далее. Тон сверху. Тон сверху, тон сверху. Поиск узких горлышек. Да. Тон сверху, не совсем понимаю. Устранение нестыкового процесса между командами. Супер уже совсем-совсем тепло. Давайте, давайте, давайте. Подбирать людей, наладить взаимодействие. Браво, Юля. Отлично. 5 баллов. Несите зачетку. Считайте, что практически сдали, так сказать, уже тот самый курс, который я собирался проходить. Действительно налаживать взаимодействие. То есть, генеральный директор и собственные компании, он создает эту схему. Никто, кроме него, не создает. Это ошибка, стопроцентная ошибка огромного количества собственников бизнеса, которые думают, что они наняли большой менеджмент за большие деньги, и те разберутся. Нет, нет, нет и нет. Нет, нет еще раз. Не разберутся. Если их не расставить по местам, если их не соединить в виде конкретных договоренностей, конкретных взаимосвязей, вот согласно этому конвейеру, и не выстроить между ними взаимоотношения, я четко, абсолютно дав понимание, кому что делать, кому что передавать и так далее, взаимодействия не будет. Команда и ваша компания – это игра, и в ней нужно установить правила. Люди не способны договориться о правилах самостоятельно. Особенно, когда они приходят из разных культур в одну культуру и так далее, и так далее. Нет, директор не осуществляет операционное управление. Операционное управление здесь осуществляется, на самом деле, самостоятельно, потому что это мультилидерство. Это и запускается мультилидерство. Так вот, собственно говоря, у каждой команды есть вот эти самые показатели, которые здесь указаны в черных квадратах, потому что каждая команда, она производит свой продукт. Еще раз говорю, обращаю внимание, то есть весь эффект предпринимательского конвейера связан с тем, что он именно проявляется как отдельные сущности, проявляются как предпринимательские единицы. Но, собственно говоря, абсолютно был прав Валерий Петров, спасибо большое, про параллельное управление, что сама по себе вот эта схема, она не будет управляться самостоятельно, если мы не сделаем вот такую штуку. Единый для всех план продаж и исполнение, и не запустим всю эту схему, все эти команды в некой единой ритуальности. Без вот этой ритуальности эта штука не летает, и я сейчас об этом позже скажу. Естественно, уже прощаясь с этим слайдом, существуют еще команды бэк-офисные, айтишники, бухгалтерии, финансисты, юристы, безопасности и так далее, но они уже подсоединяются естественным образом к данному конвейеру. Если у вас этот конвейер работает, то к нему достаточно несложно подсоединиться. Сергей Андреев задает вопрос, как должны быть сформированы эти связи, это ответственность, это цели, это показатели, это общие цели. Про общие цели я сейчас скажу. Здесь действительно взаимодействие и внутренние контракты. Во время нашего интенсива, во время самого практического интенсива, мы будем выстраивать между командами контракты, чтобы было четко понятно, кому кто что передает, на какие показатели работает и так далее. И там есть смесь показателей, внутренних контрактов и четкого понимания взаимодействия, что я лиды передаю им. Но для того, чтобы все объединялись, для того, чтобы все видели одинаковую картину и видели ее именно совместно, а не с помощью генерального директора, бегая за ним постоянно, запускается вот этот самый единый экран для всех, экран исполнения или единый план продаж исполнения на всю операционную деятельность. Итак, мелкая обрабанная дробь. То, без чего у нас не работает вот этот самый конвейер, то есть та часть, которая его запускает, это называется общий экран управления конвейера. И это и есть база под цифровизацию. Выглядит он вот таким вот образом, и сейчас я его поясню, как он работает. Соответственно, работает он следующим образом. Как вы видите, с правой стороны, то есть вот здесь вот, есть все команды, которые вы видели на предыдущей картинке. Нагон новых лидов, мультиканальные продажи, помним, исполнение заказов, постсейл команда, внутренние команды, обеспечивающие деятельность конвейера и инфраструктура, закупка сырья, продуктовый разработчик. Вот эти команды перечислены. Как устроена правая часть вот этого самого конвейера? Если вы видите, здесь дата ноль. Это, предположим, сегодняшняя дата. Сегодняшняя дата. Это сегодняшняя. Соответственно, дата минус один, минус два – это вчерашняя, позавчерашняя дата. Предположим, это неделя у нас. Предположим, неделя. Мы план составляем понедельный. И даты вперед. Видите? У нас конвейер постоянно смотрит вперед. В данном примере это просто пример. В каждой компании это настраивать надо по-своему немножко. И мы внутри нашего интенсива в течение восьми недель, уже ближе к второй части, соответственно, начиная примерно с пятой недели, будем как раз настраивать вот этот самый экран исполнения. И, естественно, вот этот горизонт, насколько далеко планировать, он подстраивается под каждую компанию, исходя из ее продукта. Но самое главное, чтобы он был и был не одна неделя. На самом деле, по такому принципу действует большинство производственных предприятий. Они так и делают, потому что у них по-другому никак. У них этот конвейер физический. Им по-другому никак не сделать. Вот. А здесь он у нас по-конвейер управленческий. Он устроен то же самое, как и физический конвейер. Просто по конвейеру едут не деталюшки, которые у вас собираются, а едут так называемые управленческие решения в виде, соответственно, контрактов, клиентов и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, что происходит? Вот эта самая команда, вся команда, то есть вот эти все, соответственно, внутренние команды, внутренние предприниматели, напомню, это отдельные условно независимые команды. Им даже можно придать свой персональный финансовый статус. Это как бы несложно делается в принципе. Они собираются обязательно раз в какой-то период, в данном случае раз в неделю, например, собираются и вокруг вот этого экрана показателей. Что этот экран им говорит? Он им говорит, что на сегодняшнюю дату вот такой у нас план-факт исполнения, но самое главное не это. И самое главное даже не прошлое. Прошлое в принципе потом, как показывает практика, практически никто не смотрит. Все смотрят вперед. И смотрят, начиная с даты 7. Видите, здесь совсем-совсем-совсем бледный шрифт. Что это означает? Это означает, что цифры примерные, и они все равно туда ставятся. Ставятся, начиная с команды нагон новых лидов. Она говорит, ребята, в седьмую дату мы, похоже, нагоним столько-то лидов. Мультиканальные продажи понимают, что вот тогда-то на седьмую дату они должны будут принять эти лиды. И тогда они либо подтверждают, либо говорят, не-не-не, нам тогда будет столько не принять, давайте договариваться. И так делается на все даты по сегодняшний день. Несложно догадаться, я думаю, вы все и так уже догадались, но я все-таки произнесу это, что, естественно, если запланировано на семь недель вперед, план существует. Естественно, он с убывающей точностью существует. То, пока мы с сегодняшней даты доберемся до даты семь. Дмитрий тоже обнимаю, 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 обнимаю. Спасибо. Так вот, пока мы доберемся с даты ноль до даты семь, тогда мы успеваем эти планы по вертикали согласовать каждый план сколько не менее шести раз. Понимаете, в чем фокус? Не менее шести раз. Это означает, что мы встретились вот в эту неделю и обсудили дату семь. Она у нас примерно приблизительная, но уже начинается какое-то обсуждение на эту тему. Встретились через неделю, у нас дата ноль стала вот этой датой один. И мы снова дату семь обсудили, она уже стала датой шесть. Потом встретились еще через неделю. У нас дата семь, которая была две недели, она стала датой пять. Мы снова ее, то есть мы все даты обсуждаем. И таким образом, когда наступает сегодняшний день, возникает волшебство. Все планы согласованы и план-факт сходится на сто процентов. Феноменально, но ничего сложного здесь нет. Если вам тоже нравится то, что я говорю, ставьте плюсики, ну или какие-то, в общем-то, знаки, чтобы я мог понять, что я донес свою мысль и что вам действительно понятно, что я говорю. Спасибо большое, мне это действительно очень ценно, важно. Спасибо вам большое. Вот. А это не будет пальцем в небо, а через семь недель в факте нули, понимаю, что есть у первой команды воронка на рассмотрение вопрос, как сделать, чтобы это совпало. Очень просто, потому что сначала, это Сергею сейчас отвечаю, значит, сначала все просто примерно стыкуются, а потом по мере поступления этой даты ближе к вам, точнее вы к ней наступаете, да, вы ее уточняете, 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 уточняете. Кстати, когда на семь недель вы ставите примерно, даже можно коридорные цифры, я рекомендую ставить, а потом постепенно к ней приближаясь, вы просто ее начинаете уточнять. И когда она становится буквально следующей неделей, вы шесть раз ее обсудили. Она не может не совпасть. Вы шесть раз ее обсудили. Вот. Поэтому, конечно, на семь дней это пальцы в небо. Но потом, соответственно, верно, Валерий, спасибо большое, итерациями к этому приближать. То есть постепенным, постепенным уточнением. На самом деле, друзья мои, это очень естественно и физиологично пользоваться таким планом, в отличие от того планирования, которое мы обычно применяем. Только вот то планирование неестественное. Через одно место, которое я стесняюсь сказать, вот, мы считаем нормальным, а это считаем нет. И что только потому, что об этом просто пока не знали до сегодняшнего дня. Надеюсь. Вот. А те, кто, соответственно, пройдут у меня этот самый курс, то они и получат, собственно говоря, вот этот инструментарий уже в практическом применении. Так вот, это очень естественная физическая форма восприятия. Потому что, когда мы с вами ночью едем на машине, то свет фар представляют в себе все. У нас точно так же работает наше сознание. Почему данный способ планирования является очень физиологичным для человека. Потому что мы что-то увидели впереди, пока еще не ясное в свете фар. И мы постепенно-постепенно это приближаем к себе. И видим, что ничего страшного, это просто тень от дерева, например. Или страшно, лежит бревно. Тогда мы вовремя успеваем затормозить. Но если бы мы бревно увидели прямо перед колесами, хрена с два. Авария. А так мы начинаем уже прищуриваться к этому, приглядываться к этому. Уже что-то на эту тему планировать. Уже наша ножка перестает давить на газ, начинает давить на тормоз. Или мы что-то к этому самому готовим. Точно так же и в компании. При внедрении подобного рода конвейера, при внедрении подобного рода планирования, уже компания постоянно готова к каким-то переменам. И тогда она начинает, собственно говоря, управлять. То есть это не точный план, уточняющийся в процессе выполнения. Совершенно верно, Илья, совершенно верно. Он уточняется постоянно, когда он становится ближе к сегодняшнему дню, он становится стопроцентно понятным всем и согласованным, потому что согласовывается он по вертикали. Представляете, в чем чудо? Вот. Вот. Или это декомпозиция общего плана на доли недельного. Нет, это вообще, в принципе, это весь план компании. Просто он состоит из недельных планов. Например, вот это все недели даты. Нагон новых ледов, говорит, соответственно. Он не может стать всем. Да, ну, точнее, нет. Он может такое быть. То есть, например, команда, там, не знаю, нагона новых ледов, условно, сказала, ребята, мы вам нагоним ледов, вот на какое-то количество продаж. Продажники говорят, да, хорошо, мы это условно там, это самое, и они зарубились. Да, это будет 10 миллионов продаж. И производство тоже к этому подготовилось, предположим. Да, вот, потом наступает дата 6, потом дата 5, и команда новых ледов снова актуализирует план, говорит, слушайте, не, не получится, похоже. Похоже, не получится, похоже, получится меньше. Вот. Все так, ну, говорят, давайте как-то, может, найдем эти леды, давайте, может быть, что-то предпримем. То есть, все находятся в одной лодке, все начинают креативить на тему, а как разогнать машину, потому что, ну, естественно, если вы не, так сказать, у руля, да, неполный, отвалившийся на Бали собственник, то, соответственно, вы будете стимулировать свою команду на то, чтобы, ну, она достигала большего эффекта, она стремилась и так далее, и так далее. И здесь возникает разгонная динамика. То есть, люди начинают из-за вот такого планирования, из-за такой согласованности стремиться брать на себя повышенные обязательства. Вот. Но только делать это плавно, не скачками, не рывками, не через то, что продажники нафигачили какое-то количество, там, не знаю, продаж, контрактов, ледов или что-то еще, а производственники об этом ничего не знали, на них это все свалилось, и пропади оно все пропадом, да, условно, и возникает внутренний конфликт. Вот. Они все согласованы, соответственно, вот. Относительно вот этого самого плана. Я точно не знаю, какая модель у Андрея Кривенко, но думаю, что очень похожа, потому что, еще раз говорю, это биологически очень естественная модель. Очень естественная модель. Едем дальше, друзья мои, у меня время, я готов об этом говорить вечность, но еще раз говорю, значит, welcome на курс, и там все поясню, и поставим в вашей компании такой этот самый. Так вот, собственно говоря, подведем итоги. В сочетании с нашим вот этим самым предпринимательским конвейером, вот этот самый план продаж или, собственно говоря, общий экран управления конвейера, он и дает вот этот самый спецэффект и решает наши три вопроса. Проверяем, какие вопросы он решает. Первый вопрос или первая проблема, которая решается этим конвейером. Диригирование, отсутствие командной работы решается? Ставим плюсики те, кто поверил, что решается, соответственно, потому что здесь действительно командная работа, я даже показал, что здесь генерального директора нет. А где правильно квалифицировать лиды, качественные, целевые, в лид-ген команде или продаже? Естественно, они вместе договариваются, для этого и существует контракт, друг друга проверяют. Вторая проблема, которая решается, проблема показателя оценки результатов. Черт возьми, это все на экране. Еще и в нескольких горизонтах. Соответственно, это вторая проблема. Если видите, что мы ее тоже решаем, welcome, ставьте плюсики. Третья проблема, проблема мотивации кипя и вознаграждения. Естественно, что все понимают, что они взаимосвязаны, и все начинают потихонечку стремиться увеличивать свои продажи, увеличивать свои это самое. Такая система, если она правильно настроена в вашей компании, она приводит к удивительному эффекту. Люди говорят, слушайте, а давайте там процентов, ну хотя бы на 5 увеличим лидов или там продаж. Все такие, ну да, давайте, что мы с этого больше денег заработаем. У нас же прямая мотивация, мы в одной лодке сидим. Мотивация для всех точно такая сквозная, как этот конвейер. Да, то есть никакого конфликта нет. Давайте попробуем, давайте на 5 процентов. Давайте, на 5 процентов начинают увеличивать. Получается. Еще на 5 увеличивать. Получается. И внимание, я вам открываю один секрет. Если компания увеличивается всего-навсего на 7 процентов в месяц, то она будет 100 процентов прирастать в год. Вот и все. И она делает это постепенно, ламинарно, а не какими-то скачками отдельных подразделений, рождая внутренние конфликты. Вот такая вот история. Соответственно, что у нас дальше происходит? Вот эти системные фундаментальные изменения, они создают комплексный эффект. То есть одной установкой конвейера мы решаем одновременно три блока крупных фундаментальных проблем. И вот все то облако, которое вначале я вам показывал про проблемы, оно решается, собственно говоря, одним ударом. То есть установкой вот этого самого конвейера с наладкой работы по вот этому самому экрану. А где здесь место стратегии и кто ее определяет? Супер вопрос. Это экран операционного исполнения. Стратегия на это сверху настраивается. Я об этом буду говорить в стыковку со стратегией уже во время интенсива, потому что в рамках данного вебинара, к сожалению, не могу. Вопрос к вам. Как технологию грамотно упаковать в продукт? Только оперевшись о потребности целевой аудитории. То есть если вы свою технологию завернете в потребность потребителей, изучив ее, соответственно, изначально, для этого существует команда продуктовой разработки, вот тогда вы получите продукт. Это если получается вместе делать KPI, то все позитивно будут готовы еще и еще. Конечно, Сергей, спасибо. Если что-то пошло не так, то начинается поиск, кто в цепочке виноват. Хоть и общий KPI. Нет, не начинается. В том-то и дело. Эффект вот этого самого конвейера, что не начинается в цепочке, кто виноват, если что-то пошло не так. Потому что, во-первых, идет что-то не так заранее. Это самый важный момент. Заметили светофоры? У них идет убывающий отчет времени. Для чего это делать? Чтобы люди не дергались, чтобы люди не переживали и чтобы люди не попадали в результате под машины. Здесь то же самое. Если мы заранее видим, что что-то идет не так, нам проще на длинном горизонте решить этот вопрос. Проще решить, чем ругаться. А вот если у нас в моменте на нас свалилось, что что-то идет не так, нам проще ругаться. Понимаете? Чистая психология играет воля. Чистая психология. Поэтому подобный подход планирования, он решает огромное количество конфликтных ситуаций внутри компании. Гигантское количество. Но двигаемся дальше, потому что меня немножко поджимает время. Значит, подведем итоги. После того, что я сказал. Выводы и обоснования. Первое. Иерархия устарела. Я надеюсь, это всем понятно. Если понятно, ставьте, пожалуйста, плюсики в нашем чате, потому что, ну блин, это уже очевидно. Если для кого-то не очевидно, внимание, для кого не очевидно, поставьте минусик. Хоть один поставьте просто для прикола. Минусик поставьте. Для кого не очевидно, что иерархия. Надо действовать по иерархии. Вот. Для вас скажу одну простую вещь. Да, спасибо большое, Юрий. Значит, ваши будущие сотрудники – это миллениалы и зумеры. Для тех, кто не в курсе, это те люди, которые родились в 2000-х годах. Они не признают иерархию. Поэтому либо вы будете работать в компании, соответственно, с 50-летними, вот такими уже заранее с утра уставшими, соответственно, да, либо вы, если хотите ориентироваться на этих людей, вам все равно придется строить такой конвейер. В любом случае. Потому что через 5-7 лет ваша компания станет сильно стоить дешевле, сильно стоить дешевле, чем могла бы, если у нее не будет новая система управления, ориентированная на новое поколение. Задумайтесь об этом. Задумайтесь лучше сейчас на самом деле. И ставьте плюсы, если для вас эта информация является важной, является открытием. Потому что, мне кажется, это очень важная информация. Потому что инвесторы не идиоты. Нет. Большие инвесторы не идиоты. Они обращают внимание на те компании, которые действительно с перспективой смотрят будущее, у которых есть перспективная система управления. Перспективная. В данном подходе, как я хотел сказать, чтобы вы не думали, что я такой гениальный, нифига я не гениальный, я просто очень наблюдательный и хотящий немножко большего, чем обычные люди. В этом подходе нет ничего уникального. Он был разработан, внимание, в 1948 году Норбертом Винером и описан в книге «Кибернетик» или «Управление и связь в животном и машине». Вот. Эту книжку можно почитать, соответственно, и увидеть, собственно говоря, вот это само описание подобного рода системы. Просто нужно читать классиков, друзья мои. Вот. Едем дальше. Соответственно, что же? Вроде бы все просто. Вроде бы все просто. Но в чем подвох? Подвох же должен быть? Да, подвох есть. И он находится в нашей с вами голове. Я сейчас обращаюсь к вам как к основателям, кто создает систему. И, соответственно, если вы создали систему, только у вас есть право на ее изменения. Это не перепоручить никому. Еще раз обращаю внимание, что ошибочно думать, что вы сейчас поручите своим этим самым топ-менеджерам, перешлете презентацию Федоринова, вот, детски говоря, вы были на вебинаре, классная система, давай внедряй у меня, не получится, потому что у них нету полномочий по таким изменениям компанией. Такие полномочия по изменениям компании есть только у собственника, у самого. И это не перепоручить никому. Следственно, отсюда ряд неприятных открытий. Требуется стопроцентная работа основателя. Почему я говорю, что это технология для тех, кто реально у руля своей компании или собирается быть у руля своей компании. Да, вы можете наделить полномочиями свой топ-менеджмент и действительно поставить ему такую задачу. Он может топ-менеджмент пройти мой курс и установить, успешно установить такой конвейер, в своей компании. Но эти полномочия надо выдать. Как дать такие полномочия, чтобы команда это приняла? Нереально основателю погружаться всецело. Очень просто. Если вы даете действительно возможность, то есть являетесь активным заказчиком данной системы, заказчиком данной системы и даете таким образом полномочия на изменения, которые вам представляются, которые вам во время, например, моего курса будут постоянно докладываться об этих изменениях, постоянно с вами коммуницировать, но вы даете полномочия и в том числе даете полномочия на возможные ошибки, какие-то нюансы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот оно и есть. Это несложно сделать, нужно только перебороть некий барьер в своей голове. Поэтому такие изменения реализуют только те, кто реально за рулем своей компании или готовь сесть за руль и стать пилотом вот этих самых изменений. Если вы дадите полномочия своей команде, велкам, отлично, они станут тогда пилотами вот этих вот изменений, опыт такой есть. И это означает, требуется решение о выходе из комфорта, по крайней мере, для тех, кто решил поменяться. На небольшой промежуток времени, но потребуется. Увы и ах, я на этом настаиваю, я не хочу вас кормить волшебными таблетками, я не продаю волшебных таблеток, я всегда говорю правду, и те, кто работали со мной в Атлантах, а это уже большое количество людей, прекрасно знают, что я никогда не говорю ничего, кроме правды. И здесь тоже я вас предупреждаю, что действительно надо будет выйти из режима комфорта и войти в другой режим, в режим безотлагательности, пересмотрев привычки, пересмотрев распорядок недели на определенный промежуток времени, в режим постоянного управления и изменений, для того, чтобы эти изменения реализовать. Дешевт очевиден. От 10%, как я говорил, от вашей выручки годовой вы можете забрать себе назад, собственно говоря. Вот. Какие угрозы могут быть при изменении операционной модели? Спасибо, Анна, сейчас мы об этом проговорим. Значит, какие угрозы? Первая угроза, это, конечно же, сопротивление самого по себе персонала. Это самая большая угроза. Значит, поломать предпринимательским конвейером ничего невозможно. Самое худшее, что может случиться, у вас просто система отстрелит назад, ровно в устойчивое состояние. И топ-менеджмент, то есть ваше духовенство, оно вам быстренько объяснит, где ваше место. И типа, давай ничего не менять, что же нормально было. Кого ты слушаешь, там, вот этого самого очкарика лысого и все такое прочее, брось ты эти самые, у нас все нормально и ничего менять не надо. Вот это самая большая угроза, которая может, честно говоря, произойти. Но если вы все-таки переходите в режим без отлагательств, если вы все-таки являетесь активным заказчиком, вы говорите, нет, ребят, мне нужно поменять систему, потому что я хочу расти. Я хочу, чтобы моя компания была с расчетом на новое поколение. Я хочу, чтобы ко мне приходили новые интересные вкусные кадры. И вообще, я хочу развиваться, несмотря ни на что. тогда может быть встречено, может быть, вы встретите сопротивление своей команды. Такое тоже может быть. Но это профилактируется очень просто. Я подробности расскажу во время курса, как это, избежать каких-то серьезных сопротивлений при внедрении подобного рода конвейера. То есть, это вопросы решаемые. Это самые большие угрозы. Еще раз говорю, самая большая угроза просто откатиться назад. Вот и все. Ничего здесь, собственно говоря, не происходит. Поехали. График курса и условия. Если говорить немножко о курсе. Анна, надеюсь, ответила на вопрос. Если что, плюсик поставьте, потому что я немножко так быстренько сейчас иду. Мне важно, чтобы вы получали ответы на свои вопросы, потому что вопрос про угрозы, он очень важен. Минута отдыха. А где здесь связь с животным по Виннеру? Виннер, да, минуты отдыха. Хорошо, спасибо большое. Анна, спасибо большое за то, что дали обратную связь. Значит, Виннер говорит о том, что вся кибернетика, наука, об управлении, прежде всего, она происходит из животного мира. То есть, весь животный мир, он взаимосвязан. Везде есть цепочки создания ценности в животном мире. И все растения, животные и так далее, и так далее, они связаны вот в эти самые так называемые трофические цепочки. И они зависимо друг от друга, поддерживая друг от друга. То есть, по сути дела, вся природа, весь мир, который нас окружает, за исключением того, что сонгл, к сожалению, ну, в том, что сонгл человек тоже встречаются такие подобного рода цепочки, не везде все так плохо, но в природе это действует абсолютно, так сказать, идеально. У кого есть дома аквариум, может понять, о чем я говорю. То есть, там возникает внутренняя, абсолютно замкнутая, абсолютно саморегенерируемая экосистема, ну вот, которая самобалансируется в зависимости от наступающих заранее изменений в этой системе. Вот. И таким образом происходит самобалансировка. Ровно такой же, собственно говоря, и эффект вот этого самого конвейера. То есть, когда мы видим заранее какие-то вещи, мы видим заранее какие-то планы, мы можем уже подкрутить систему прямо сейчас и быть готовым, собственно говоря, к этим планам. Сергей, скажите, пожалуйста, как развивается ваш бизнес по лизинг-аренте отопительных технологий, как сильно растете? Вы об этом говорили как-то на совместном касте с Верютиным. Да, я потом скажу, Дмитрий, пожалуйста, обратитесь ко мне лично, потому что не могу сейчас, к сожалению, из-за уважения ко всем остальным участникам занимать эфир ну, такими вот прям частными-частными вопросами, но обязательно welcome, в конце будет мой QR-код, пожалуйста, обращайтесь, задам все. Итак, про курс, значит, про график курса. Курс, еще раз сказал, 8 недель, 8 связанных шагов общего плана апгрейда вашей компании. Эти 8 недель, то есть 2 месяца мы будем работать с вами в особом вот таком как бы очень продвинутом режиме и достигать вот этих самых как бы результатов совершенно вместе, как я уже сказал, я буду сопровождать каждую компанию и каждого участника этого курса. Поэтому у меня в курсе очень ограниченное количество мест. Каждую неделю будет конкретный шаг, конкретный инструмент, конкретный результат и индивидуальная проработка этого результата. Соответственно, типовая циклическая рабочая неделя. В среду, то есть у нас сегодня же среда, я надеюсь, я ничего не перепутал, вот в среду будет у нас установочная сессия с новыми инструментами. Со следующей среды, то есть 14 числа уже начнется рабочая группа, то есть это будет уже закрытая группа. Сегодня у нас было открытое первое занятие. Спасибо большое Дому Атланта, спасибо большое Клубу Атлант, Атланта Академии за то, что, собственно говоря, мы сотрудничаем все это время и за то, что позволили сегодня обратиться в том числе и к вам. Дальше, соответственно, вот по среду у нас будет установочная сессия с новыми инструментами. Четверг, пятница, да, то есть остаток недели, да, я рассказываю про типовую неделю. Каждая неделя будет в течение восьми вот этих недель вот такой вот. Это основная самостоятельная работа. Вот. И субботу по вторник, да, то есть перед средой, это время для синхронизации со мной и доработок того, что у вас получилось. Снова дальше среда, снова установочная сессия, снова инструменты, и так это все дело повторяется. Надеюсь, понятно, что я говорю. Курс камерный, как я уже сказал, до 15 бизнесов я возьму, потому что персональной работы мне просто не потянуть. У меня нету никаких, значит, каких-то вот таких вещей, где есть там трекеры, там типа все домашние задания друг другу раздают. Я могу обслуживать одновременно тысячу человек. Я этим просто не занимаюсь реально. Мне интересно работать с собственниками, те, кто действительно собирается что-то поменять у себя в компании, а не просто что-то, так сказать, напродавать. Вот. Условия по оплате, по сумме. Значит, условия я обсуждаю индивидуально. Так. Сергей задает кейсовый вопрос, отвлекусь. Если производство многопрофильное, есть 10 направлений производства. У лидов, маркетинга, продаж, план на общие цифры. Внутри, соответственно, у каждого свои, у производства план на свой блок. Первый, грубо говоря, на весь план компании. Производство каждый на свое. На выходе выходит, что топы в программе изменений, у них общая кипя, и менеджеры в погоне за деньгами вне этих программ изменений. Производство в погоне за менеджерами и за клиенты. Возможно ли связать всю эту кухню через ваш конверт? Да, возможно связать, только сначала мы с вами отдельно проговорим, как выделить управление изменениями, управление операционкой. Эти штуки надо разделить. Они должны быть разделены в вашей компании, в отдельные контуры управления. Я просто расскажу, как это делается. Соответственно, управление изменениями отдельные контуры, управление операционки в другой контур, и в управление операционкой мы настраиваем вот этот конвейер. Это я кратко сейчас просто пояснил вам, как это делается. Подробности, естественно, я поясню на курсе. Так вот, по сумме мы обсуждаем индивидуально. Самое главное, я прекрасно понимаю ваши какие-то сомнения и так далее. Поэтому первый месяц у меня вводный, самый основной материал даю я в первый месяц, самые основные настройки даю в первый месяц, самое основное инструментарие даю в первый месяц, и это 1,5 стоимости курса. Буквально 1,5 стоимости курса, то есть достаточно символическая оплата. Если дальше все окей, то выносится 4,5 стоимости и проводим основное внедрение во второй месяц. Значит, сразу же хочу тоже предупредить, 2 месяца это неполная наладка вашего конвейера. Естественно, вам нужно будет еще по моим наблюдениям и по практике установки подобного рода конвейеров поработать еще где-то с этим конвейером плотно месяца 3, то есть в общей сложности, чтобы было где-то 5 месяцев примерно работы, для того, чтобы он устоялся. Там будет много таких настроечных моментов. Поэтому моя задача здесь не делать какой-то длинный супер-супер курс, беря с вас лишних денег. Моя задача вам в течение двух месяцев дать только самое-самое-самое основное для установки, чтобы дальше вы это уже настроили своими руками, понимая, что именно надо настраивать. Какие права у нас с вами по поводу курса? Ваше право. Это возможность в любой момент отказаться от курса. Первый месяц, по сути, делать тест-драйв, как я уже сказал, за одну пятую стоимость. Мое право это прерывать договор при пропуске занятий, отсутствии стараний и следственное отсутствие недельных результатов. То есть я не буду никого тянуть. Мне важно, чтобы вы получали результаты, а не просто слушали мой курс. Это для меня чертовски важно. Я буду тянуть вас, буду каждого из вас тянуть для того, чтобы у вас эта установка прошла успешно. Но если будет внутреннее сопротивление, если вы сами не будете прикладывать к этому усилий, извините, мы как бы расстанемся, я об этом сразу же предупреждаю. В целом я практически все. Моя любимая фраза в конце, вы можете уже готовить свои вопросы, задавать вопросы, соответственно, и моя в конце любимая фраза – это «ты можешь не меняться, выживание не является обязанностью» Эдварда Деминга, потому что действительно предпринимательский конвейер – это уже не про роскошь, это не про какие-то царские, это, черт возьми, про выживание в современной действительности, потому что завтра уже, буквально через пять лет, по-другому компания будет управлять невозможным иерархическим способом. Итого, всего 15 мест, как я уже сказал, старт сегодня, а работа начинается 14 июня. И здесь вы можете прямо с экрана сфотографировать, соответственно, мой личный телеграмм. У меня нет секретарей, я работаю полностью самостоятельно. Пишите непосредственно мне «хочу конвейер», и мы с вами обо всем договоримся. Пишите прямо сегодня, соответственно, сфотографировать. Там же можете перейти, кстати, на мой канал. Вот он у меня находится в шапке моего личного чата. Там я многими инструментами делюсь. Вот. И многими зажигательными, в том числе, спасибо большое за оценку, Валерий, зажигательными вебинарами, зажигательными мыслями и так далее. Юрий спрашивает, Сергей, а если сейчас в штате шесть человек, есть ли смысл идти в планах набирать людей полномерно к концу года до 15 человек? Ваша схема классная. Спасибо за схему. Я считаю, что точно есть смысл. Это будет немножко, может быть, вперед, но вы, по потратите потом усилий на установку этого конвейера, когда в вашей компании уже прорастет классическая иерархическая система управления шестью человеками. И особенно, если к концу года вы собираетесь разрастить до 15, у вас уже точно какие-то будут маленькие отделы. Вы уже четко будете понимать, как выстраивать вот это самое взаимодействие вокруг конвейера. Сергей, благодарю. Очень полезно. Спасибо вам, дорогие участники. Спасибо большое вам за принятие этого участия. Благодарю участнику, благодарю клуб. Еще раз напоминаю вам про гостевой месяц в клубе «Атланты». Оставляйте заявку на гостевой месяц. Наши администраторы опубликовали ее только что. Дмитрий, спасибо. Круто бомбите. Появился шанс с вами пообщаться, познакомиться. QR-код заскринил. Отлично. Welcome. Еще раз говорю, прямо обращайтесь ко мне. Никаких стеснений. Когда будет 150, проблем будет больше. Лучше начать, когда 5. Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что на маленьких компаниях я проверил, эта штука тоже работает. Работает даже в каком-то смысле лучше. Тут с одним предпринимателем из города Самары. Женщина причем. Она говорит, а у меня вообще три человека работают. Я у себя установил этот предпринимательский конвейер благодаря моему курсу. И мы просто разделили роли. То есть у них в отдельных, в разных ролях одни и те же люди. Мы просто разделили таким образом роли. И мы прекрасно управляемся, эффективно взаимодействуем. И нам, в общем-то, никто не нужен. Вот. Применима ли эта модель в IT, где гибкое управление командами? Ну, если вы производите программный продукт, конечно, применимо. Почему нет? Оно применимо абсолютно везде. Везде, где происходит какое-то производство какого-то продукта. Сложно финансировать такую схему. Получается, большой штат. Почему большой штат? Нет. Если у вас даже мало людей внутри компании, то, я еще раз говорю, у вас могут быть совмещения ролей. У вас может быть один человек, например, или два человека на одновременно нагоне лидов и в команде продаж, или, как я ее называю, мультиканальная витрина. Это может быть, в принципе, даже один человек, если у вас микрокомпания на четыре человека, например. И это прекрасно работает. Вот. И главное, вы разбираетесь с этими ролями. И вы выстраиваете внутренние взаимоотношения на другом уровне эффективности. Вот. Дмитрий, спасибо, тоже топчик. Дмитрий, спасибо. Марина, Марина, спасибо, я надеюсь, да, пояснил вам. Виктор, Сергей, спасибо огромное. Можно ли перенести начало курса? Запланированы длительные поездки без связи. Смотрите, Дмитрий, Виктор, в смысле, извините, обращайтесь, мы что-нибудь придумаем, как нагнать вот эту самую историю, или как начало курса, к сожалению, перенести не смогу. Я его и так по определенным обстоятельствам уже по собственным переносил. Вот. Поэтому не имею права перед тем, кто уже, так сказать, записался на этот курс. Вот. Но мы сможем с вами проработать, как компенсировать вот эти самые отсутствия, в том числе за счет ваших же членов команды. Спасибо и за материалы, и за ответы на вопросы. Спасибо, Анна, спасибо, Виктор. Значит, мы со всеми это самое. Ждем на Ютьюбе. На Ютьюбе ждем? А что значит на Ютьюбе? Поясните, Дмитрий. Вы имеете в виду, что писать такие вебинары или вы писать такие ролики? Что имеете в виду? Вот. Но в любом случае, хорошо. Я, так сказать, приму это к сведению, подумаю обязательно. Вот. Друзья мои, еще раз напоминаю, вот это все. А, это все обязательно будет на Ютьюбе, да. Я так понимаю, что вы позже присоединились. Вот. Еще раз напоминаю, что сегодняшний вебинар мы с вами сделали, мы с вами соединились благодаря Клубу Атланты. Вот. Это прекрасное место. И оставляйте заявку. Клуб Атланты дарит гостевой месяц. Вы можете прямо пройти тест-драйв настоящего пространства для настоящих людей, которые не просто управляют, не просто контролируют свой бизнес, они творят это сегодня с нами. Вот. Не, я вообще с первой минуты. С первой минуты. А, понятно. Еще раз хотите пересмотреть, да. Окей, хорошо, да, Дмитрий. Обязательно будет на Ютьюбе, по крайней мере, наши организаторы, в частности, Евгений. Мне это сильно обещал. Будет ролик обязательно на Ютьюбе, будут опубликованы ссылки, точно так же для всех розданы. Друзья мои, спасибо большое. Я потихонечку начинаю с вами прощаться. Вот. Еще раз напоминаю, пишите мне лично, сканируйте, пожалуйста, код, QR-код. И пишите мне, хочу, хочу, конвейер пишите. Пишите просто хочу конвейер и все. Или просто конвейер хочу. Вот. И мы с вами обязательно свяжемся и договоримся, как это лучше сделать. Как лучше, соответственно, у вас настроить вот этот самый ваш, вашей компании конвейер, вне зависимости от того, насколько она большая или насколько она там какая-то еще. Вот. Что еще сказать вам? Сергей Андреев, Сергей, рад был вас видеть, был у вас на курсе на Ярд. О, Сергей, да, спасибо тебе большое. Вот. Курс на Ярд тоже обгощается инструментами, это правда. Вот. Друзья, задавайте какие-то еще вопросы уточняющие. Если что-то надо уточнить, welcome. А так, пожалуйста, в Телеграм подписывайтесь, задавайте вопросы, терзайте. Я всегда рад отвечать. Вот. И вообще всем вам тогда всего самого наилучшего. Со всеми прощаюсь. Еще 32 участника осталось. Не покидают зал. Слышу бурные аплодисменты. Спасибо вам большое. Вот. Ждем свой блог. Свой блог у меня есть, Дмитрий. Заходите в мой Телеграм-канал. Там у меня в шапке есть, если из моего персонального Телеграма по QR-коду зайдете, там в шапке у меня есть ссылка на мой Телеграм-канал. Это и есть мой блог. На Ютьюбе хочу. Хочу Ларису Ивановну. Хорошо, Дмитрий. Будет тебе на Ютьюбе. Вот. Обязательно сделаем. Тем более, что меня уже к этому, так сказать, разновсячески подталкивают. Друзья мои, я тогда потихонечку завершаю. Спасибо вам большое за ваше внимание. Спасибо вам большое за то, что были сегодня со мной. Каждому из вас жму руку. Искренне желаю не со мной, так самостоятельно внедрить у себя эту технологию, потому что это даст совершенно другой эффект вашей компании с точки зрения развития, тиражирования, масштабирования и прочих других спецэффектов. Главное, освободит вас. Очень сильно освободит вас. Вот. Хорошо. Спасибо. Я тогда потихонечку с вами прощаюсь. С вами был Сергей Федоринов. Всего доброго. Встретимся на нашем интенсиве.